Гордость Кольского Заполярья, Северный флот, однако учебных заведений, которые занимаются воспитанием и подготовкой кадровых военных, в регионе нет. Теперь будет. Впервые о необходимости открытия в Мурманске филиала Нахимовского училища в Минобороны страны заявили в 2015 году. Сроки строительства заданы президентом. Было объявлено, что первые Нахимовцы должны пойти в училище 1 сентября 2017 года, что собственно и произойдет. Мы очень обрадовались решением о строительстве у нас Нахимовского училища, действительно, ну где, как не в Мурманске, где базируется Северный флот, построить Нахимовское училище, чтобы наши ребята могли получить военное образование. Выбор места был не нашим. Были представители Министерства обороны, здесь был заместитель министра Тимур Иванов. Было предложено несколько участков, но выбор пал на участок в районе улицы Шевченко. Это землями Министерства обороны. Я думаю, что с начала года к этой работе Министерства обороны приступят. И вообще-то по плану 1 сентября уже принять там студенты. От образования к другим сферам культурная жизнь в регионе, по словам губернатора, бьет ключом. В будущем году план мероприятий станет еще обширнее. Помимо уже традиционных фестивалей и праздников, в Заполярье планируется провести совершенно новые по формату перформансы. В частности, будет продолжено сотрудничество с Русским музеем, руководство которого намерено открыть в Мурманской области ресурсный центр. А это значит, что для того, чтобы насладиться шедеврами российской и зарубежной живописи, северянам не нужно будет ехать в Москву и Санкт-Петербург. Не останутся в накладе и любители классической музыки. Совместно с Мариинским театром региональные власти собираются реализовать уникальный проект. У нас, во-первых, в области с вами в Мурманске появилась филармония с совершенно уникальным органом. Такого нет у нас в других столицах арктической зоны, и мы этим гордимся. Вы знаете, совсем к нам недавно, относительно, в октябре приезжал Валерий Пописалыч Гергиев, который нашел время для того, чтобы на этапе строительства, на этапе реконструкции, еще не законченной, нашу филармонию посетить. И он был очень приятным в Библии. Но сказал мне следующее, что вот такой есть фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». По крайней мере, пообещал, что эти «Белые ночи Санкт-Петербурга» теперь еще будут за «Белыми ночами», а я его исправил, «Полярными днями» в Мурманске. Но надеемся, что это обещание будет исполнено. Со зрелищами проблем в наступающем году не будет, а вот как насчет хлеба? Представители нескольких изданий обратили внимание главы региона на проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи. Им зачастую для того, чтобы получить некоторые меры социальной поддержки, необходимо иметь статус малоимущих. Что касается вот этого критерия малообеспеченности, вы знаете, у нас сейчас критерий один – это нуждаемость. Об этом говорил и президент. Я не соглашусь с тем, что у каждой многодетной семьи одинаковое положение, да, действительно, расходов больше. Но и помощи государства, в зависимости от того, сколько детей, тоже семья получает больше. На самом деле, это очень серьезные расходы бюджета, мы на них идем, мы ни одной меры социальной поддержки не сохранили. Мы их все сохраним, и сохраним их на три года планируемого бюджета. Поэтому здесь государство делает все, что может. Не могу согласиться с вами, что у нас должен быть вот такой подход. Давайте вот все, кто многодетный, их обеспечивать и бесплатным питанием. Ну, вот из всех многодетных есть те, которые наиболее нуждаются. На самом деле, у нас различные меры социальной поддержки, включая многодетных, получают более 300 тысяч человек. Это люди, которые получают помощь без бюджета в Норманской области. Ну, это чуть меньше половины населения области. Поэтому расширять эту категорию, увеличивать расходы бюджета мы автоматически просто не можем, не имеем права, поскольку бюджетная обеспеченность нам этого не позволит. Знаете, я бы вот как человек, ну, наверное, всем нуждающимся, всем, кто жаждет, да, оказал бы какие-то меры поддержки. Но как глава субъекта я должна обеспечивать, в том числе и сгалансированность бюджета. Тем не менее, в завершении встречи губернатор пообещала детально изучить вопрос, связанный с оказанием поддержки многодетным семьям. Марина Ковтун, по ее словам, поручит профильным ведомствам просчитать все расходы, необходимые на оказание дополнительных мер поддержки. Возможно, это будет учтено при формировании бюджета на 2018 год. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.